Ну что, ребята, сегодня второй день, когда я решила воспользоваться общественным транспортом, я иду на остановке. Она буквально в двух шагах от моего отеля. И поеду я на автобусе ехать ровно 30-37 минут, потому что банк находится в совершенно другом районе. Остановка выглядит вот так, то есть вот прям через дорогу стоят люди. Остановочка. Я взяла свой договор на аренду квартиры и паспорт, который я забыла вчера. Чтобы вы понимали, разница между Uber и поездкой на автобусе колоссальная. Uber бы мне стоил в один конец 30 долларов, а поездка на автобусе, причем здесь совершенно по прямой, без поворотов-заворотов, 30 минут, стоит 2,5 долларов, всего лишь 2,5 долларов. Конечно, это очень экономно. И кто говорит, что у нас в Америке совершенно существует общественного транспорта, но, по крайней мере, в Майами он точно существует. И добираться на нем очень удобно, так как практически все по прямой. Ну, вот буквально через 5 минут прибывает мой автобус, номер 120. Сейчас мы поехали. На всем продвижении окон натянуты вот такие вот канатики и вы можете дергаться, если вам выходить на вашей остановке, даже не вставая с вашего места. Рекомендую вам брать какую-то косточку или шарфик, потому что в автобусе очень холодно. Видите, вы знаете, у меня женщина сейчас дергает, потому что ей нужно выходить. Таким образом подают сигнал в кабину водителя, и он делает остановку. Очень удобно, не вставая с места. Посмотрите, еще раз. Обязательно берите что-то с собой. Кондиционеры не просто работают, они просто фигачат, просто очень холодно. Я всегда чувствую, в транспорте, в частных местах очень сильно мёрзнула. Вот мой припас. Я доехала, чуть-чуть не вычастливую дорогу, и я вовремя. Пока я стою на пешеходном переходе, кстати, выглядит он вот так, на этой улице. Вчера мне предоставили в банке переводчика, потому что русскоговорящая оператор была занята, и мне предоставили телефонного переходчика, то есть она позвонила, а девушка разговаривала со мной на русском языке. Это очень радует, это очень прикольно для тех, у кого есть языковой барьер. Ну что, ребят, полчаса, и моя карта у меня на руках, а я уже положила на неё 200 долларов, так что TD-банк всем очень рекомендую, очень быстро, качественно, работают русские девчонки, просто я довольна сервисом, нереально. Еще и подарочек перепал, у них сегодня были розыгрыши в банке, представляете, вчера не удалось, я сегодня пришла, еще и подарочек получила, потом вам покажу, что там внутри. Вополнила коллекцию еще одной международной карты, теперь у меня есть карточка еще и американская, еще в российских двух банков итальянского банка, и теперь еще и американского, разрастаюсь. Разрастаюсь не только в их, но и вшире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова